Я Трифонов Александр Александрович, родился 15.09.1986 года в Республике Казахстан, Казахстан СССР. В 90-е годы переехал в поселок Сосево с своими родителями. У меня два деда, ветераны Великой Отечественной войны. И в детстве мои родители воспитывали меня в духе победы. И я, когда вырос, тоже решил связать свою жизнь с вооруженными силами. Решил учиться в военном институте, но с этим не получилось. И ушел на военную службу по призыву. Служил два года, подписал контракт, служил еще по контракту. И вернулся в родные края, в город Серов, где продолжил службу уже федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Три с половиной года отработал там и решил продолжить службу в спецназе. Уехал в родной поселок, в Сосево, и поступил на службу в спецназ Гусин, Россы. По сей день прохожу службу в данном подразделении. 5 ноября 2018 года я следовал по трассе Серов-Ивдель из города Ивделя в город Серов. Передо мной ехал автомобиль ВАЗ-2107. На дороге был гололед. Перед мостом реки Лаксия, 8-й километр автодороги, автомобиль встречного направления Hyundai Solaris допустил столкновение с попутным направлением, это с автомобилем ВАЗ-2107. Я первым подъехал на место аварии. Увидел водителя Hyundai Solaris, выходящего из машины. Спросил его о его самочувствии. Он сказал, что у него все хорошо. Дальше я проследовал в Кувет, где уже обнаружил автомобиль ВАЗ-2107, который был сильно поврежден. В салоне автомобиля находился мужчина, который кричал от боли и просил помощи, помочь ему. Я подошел к нему, увидел, что водительская дверь сильно повреждена и открыть ее не представляется возможным. Заглянул в салон через разбитое окно, увидел, что водитель зажат между передним крылом и сиденьем. То есть, его левая нога была полностью зажата. И через его одежду топорщились прямо кости в районе бедра. И вся левая нога была изувечена. Видно было, что у него очень сильные страдания, мучения. Он кричал, и все его лицо, весь салон и вся его нога была в крови. И принял решение отрезать ремень безопасности с водительской стороны, чтобы наложить жгут на его ногу. Так как подумал о том, что если я вызову скорую, и на дороге гололед, и даже если скорая будет торопиться и будет быстро ехать, то они будут ехать все равно минут 15-20, за это время он может истечь кровью и просто скончаться до приезда скорой помощи. Поэтому в первую очередь наложил ему жгут. После этого начал уже звонить во все службы, вызвал скорую помощь, спасателей МЧС и патруль ДПС. После этого подумал о том, что доступ в автомобиль очень ограничен, и что нужно попробовать хотя бы деблокировать дверь водительскую. Сходил до своей машины, достал монтировку, ну и применяя всяческую силу, выломал дверь. После того, как я вызвал уже все службы, увидел, что, открыл когда дверь, увидел, что извлечение водителя невозможно, потому что зажатие сильное, и оставалось только ждать приезда спасателей и скорую помощь. В это время принял решение разговаривать с ним, чтобы отвлечь водителя от его боли, ну и вообще от ситуации, что случилось вообще. Начали разговаривать о том, откуда он, где проживает и так далее. Он мне рассказал, что автомобиль и ВАЗ пытался избежать столкновения, маневрируя рулем. Ну, обсудили с ним особенность дороги, также заднеприводные автомобили, то, что очень сложно избежать аварии и так далее, когда у тебя заднеприводный автомобиль. То есть, разговаривали на отвлеченные темы. Я просил его потерпеть и говорил ему, что скоро приедет скорая, пожарные, и, ну, извлекутываю, что все будет хорошо. Ну, и через 15-20 уже приехали врачи скорой помощи. Я проводил их так, как приехали две женщины, там был обрыв такой небольшой, то есть метр два с половиной. Предложили им тоже свою помощь. Подошли к автомобилю. Доступ уже был к нему, так как ранее дверь я уже взломал. У меня был при себе нож. Я разрезал его курточку и кофту для того, чтобы внутривенные инъекции сделали врачи. Врачи поставили ему уже обезболивающие, какие-то еще другие препараты. Ему стало немного легче. И минут через 5-7 уже приехали спасатели. У них был специнвентарь, с помощью которого мы все вместе, дружно, его ногу освободили. И я сам лично вытащил тоже из машины его на своих руках. И вместе уложили уже его на носилки. И отнесли в колету скорой помощи.